Ситуация такова, друзья, наша с вами, что до самого последнего момента наши все деятели культуры и экономисты и общественные деятели, они, так скажем, подыгрывали все время правительству, потому что для них это была их жизнь, и каждый смотрел в рот, в рот тому самому большому папе-льву, который, может быть, отломит от себя свой кусочек. На этом и строилась вся наша политика и все наши отношения. Но вот когда уже все, когда уже жизнь остановили, и когда они поняли, что они находятся в том же самом капкане, что и весь народ, вот теперь деятели народных культурных мостов, то есть наши культурные лидеры вдруг начали делать такие передачи, что они понимают, что это такое происходит, и они как бы уже из-за народа. Я здесь хочу напомнить о ролике, который выпустил недавно Михалков, и его программу «Бесогон», которую не пустили на телевидение. Но первая часть ролика – это пустые рассуждения, ни о чем, собственно говоря. Я не знаю, для чего он вообще первую часть выпустил, но где-то с 12 минуты, наверное, можно слушать, и там понятно, что он от каждого из деятелей наших культурных слоев взял по интервью, по маленькому кусочку, и на этой почве сделал, вот обобщил, сделал такую большую свою передачу. Он рассказал и о Грефе, его слова, и Ольга Четверикова, Глазев там участвует. В общем, все, кто правильно высказывался, все находятся в его программе. Раньше он так не делал. А где он раньше был? Он что-то делал раньше, да, но это не было тем самым, что хотел бы народ видеть, когда его лидеры духовные, на что претендует Михалков, Михалков-то, вели бы его куда-то за собой, куда-то, ну куда, в рай, в большое светлое будущее. Однако же этого не получалось, потому что на тот момент все еще думали, да, мы выживем, ну вот пусть там себе об него ноги вытрут, а вот мы на своих виллах выживем. Теперь уже поняли, никто не выживет. Если, тем более, Михалков не выехал из страны, то он вообще привязан здесь к нашей стране. Дальше мы видим такие новости, как 95 московских депутатов потребовали от Путина и Мишустина заплатить всем гражданам России. То есть, когда они поняли, что с ними сделали, и они тоже в той же корзине находятся, здесь они начали возмущаться, и они потребовали от Путина и от Мишустина. В стране нет ни Путина, ни Мишустина. Они покинули нашу страну. То, что нам сейчас где-то показывают, какие-то выступления, это консервы. Это то, что называется консервы. Грамотные люди, я думаю, вы уже все знаете, что это старые записи, которые сегодня вам показываются, как сегодняшние записи, чтобы вы не думали, что вашу страну покинули. Те самые правители, которые так еще недавно держались за свои посты и за свои кресла. Да, вцепившись, они держались за свои кресла. Именно поэтому и Никита Михалков так решил рьяно выступать. Знаете, чье же государство, кому же оно продалось, кто же его держит. Никита Михалков мог эту же самую программу сделать и год назад, но год назад ему не было резона. Сейчас резон наступил, потому что он оказался в том же самом сливном бачке, туалетном, как и весь народ России. А думали, как? Вы же культурные деятели своего народа. Вы что думали, вас отдельно, а народ отдельно? С президентом Казахстана Назарбаевым пострадал и кинорежиссер Никита Михалков. Возьми его! Возьми его! Возьми его! Возьми его! Все! Завалю его там! Успел одному заехать? Нет, все вместе. Сливаться будут все вместе. И поэтому хорошо, что все другие тоже поняли, что их внуки, дети, оказываются в том же самом сливном бачке. Никакие деньги, которыми они обзавелись, которые им давала власть, сегодня их уже не спасут. Сегодня все будут выравниваться, завтра закроют банки. И народ весь будет нищий. А вот уже перед угрозой мародерства и бандитизма, который разыграется на просторах наших широких, красивых московских улиц, там уже будет, друзья, совершенно другая история. И там не будет мигалок, там не будет черных машин, там будет сила пролетариата. Грабь награбленная. Что я вам сказала, друзья? 2 января 2020 года я сделала свое предсказание и сказала, что лозунги будут те же самые, но уже к тем, кто сегодня сидит наверху. И экспроприация экспроприаторов уже идет. А вот эта грабь награбленная, пролетариат, он сейчас еще встает. Он встанет, конечно, для этого и создается такая система невыносимой жизни, чтобы встал пролетариат. Вы думаете, что руководство не знает, не видит, не понимает. Некоторые читают такие наивные комментарии, что вот, а как же они не видят, что для нас это плохо, и что народ не будет дальше терпеть, друзья. А это им и нужно, чтобы вы не захотели терпеть. Вам создают тот же самый Майдан. Майдан обыграли в свое время. Спецслужбы разыграли Майдан. Российские, украинские, американские были там все. Все израильские там тоже были. Из Лондона были, из Франции были. Все спецслужбы мира, они, знаете, как такие вот, не пауки даже. Я даже не знаю сказать, что нужно. Но пчелы на цветы, на мед, они кинулись туда, на Майдан, они его и организовали. Поэтому сегодня на какую-то одну страну вешать ответственность за Киевский Майдан нельзя. Давайте, друзья, я вам сейчас один буквально куплет прочитаю маленькой басенки. Называется «Осел в львиной шкуре». Осел надел львиную шкуру. Все принимали его за льва и боялись. Подол ветер, шкура слетела, и все увидели, что это осел. Прибежал мельник, хозяин осла и погнал его домой. Что я хочу вам сказать, друзья, что все, кто сегодня выступает, так скажем, за народ, такие храбрецы нашлись, это все те, кого бросили их хозяева, бросили на произвол судьбы. И что страну сегодня закрыли и открывают ее только для некоторых, кому можно вылететь из страны. Конечно, всякие гиганты нашей эстрады, такие как Алла Пугачева, они, конечно, могут вылететь уже, наверняка находятся в Греции. Есть у меня ролик о том, где у них есть гражданство греческое, поэтому можете посмотреть. И тогда все кричали, а, с катертью дорога. Ролик этот, если я не ошибаюсь, с 17-го года или 18-го, это не важно. Ведь не важно в том, друзья, что с катертью дорога. Надо смотреть подоплеку. А подоплека в чем? Что в тот самый час Че, когда наступит час Че, об этом я вам говорила еще вот в связи с Аллой Пугачевой в 2017 году, ну, как бы люди не воспринимают то, что не случилось сегодня, они не воспринимают. Вот такое странное свойство у некоторых людей, они не могут продумывать на завтра. Что будет из этого? То, что происходит сегодня? Ну вот нашлись мельчаки в депутатском корпусе. Это депутаты Мосгордумы. Муниципальных округов их всего 95 человек. Они написали письмо президенту Путину и вице-премьеру Михаилу Мишустину с жестким требованием о выплатах гражданам. На эту тему ранее звучали высказывания со стороны отдельных экспертов и общественности также, но теперь эти слова говорят наши законодатели. Ого-го! Они сидели, 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 чувствуют, вот все убежали уже, а их не позвали с собой. И вот тут они решили сказать свое веское слово, слово законодателя. Эта лягушка уже сварилась и теперь она может еще крякнуть, квякнуть, что вообще-то нужно и народу заплатить денежки, но им тоже в том числе. Как сообщает телеканал «Дождь», суть требований депутатов выделить из федерального бюджета деньги на выплату пособий гражданам России. 25 тысяч на взрослого человека и 15 тысяч на ребенка. Не бог весть, какие деньги, я на самом деле вам скажу. Это действительно не бог весть. У нас с вами страна нефтяных краев, у нас с вами ресурсная страна, у нас огромные запасы денег. Но предпочитаю членов правительств их отправить в доллары, прямо вот как есть ящики. Сколько уже ушло самолетов с золотом? И все-таки оно все уходит. Но по 25 тысяч, наверное, кому-то это много. Мне так, допустим, это фу, это копейка на самом деле. Вы можете все кричать, что вам там 8 тысяч дают. Но если вас довели до нищеты, не надо, чтобы все были нищими, друзья. Надо тянуться на высоту. Вы должны требовать 50 тысяч, в конце концов, на взрослого человека и 25 на ребенка. Но хотя бы так. Это вы за это вот время, которое вы высидели у себя дома, да что же это за компенсация, друзья? Ну ладно бы вы попросили по 10 тысяч долларов на взрослого человека. Ну что вы просите-то? Или хотя бы зарплату там 3 раза по 60 тысяч, скажем, вот это можно выплатить. Но просят копейки какие-то и не получат. Эти копейки тоже не получат. Но это вот какая-то такая бравада. Она глупая, она ненужная. Авторы депутатского этого обращения пишут, что объявив так называемую самоизоляцию и не выделив при этом необходимых средств для поддержки граждан федеральной власти, фактически переложили всю тяжесть регионов, у которых нет достаточных полномочий и доступа к фонду национального благосостояния. Ну конечно переложили все на сами регионы. Об этом и сказал Путин. И Ельцин в свое время, как вы помните, говорил, берите суверенитет, столько, сколько вам нужно. А сегодня управляйтесь сами в регионах, потому что правительство все смылось. И авторы письма, они подчеркнули в своем письме к Путину и Мишустину, подчеркнули, что власти страны до сих пор не представили развернутый антикризисный план, не начали пересмотр федерального и региональных бюджетов. И тем более не назвали ответственных за проведение оптимизации системы здравоохранения. Вот мне кажется, понимаете, чем наглее себя власть ведет, тем больше вот таких вот «Ай, моська, знать она сильна, что лает на слона». Чем они здесь обратились к Путину и Мишустину? В чем их роль, заслуга? В чем? В том, что народ весь кричал, а они потом уже задним числом откуда-то из подворотня начали тявкать, что дайте народу. И какие деньги, друзья? Бюджет громаднейший, денег громадное количество, даже в нашем якобы дырявом бюджете. И я еще раз говорю, но меньше, чем по 50 тысяч нельзя раздавать. И 50 тысяч – это копейки. Для неработающих, для тех, кто потерял работу, какие это деньги, друзья? Ну, это хоть какая-то затычка в бочку, которая течет. Но то, что просят депутаты, они, конечно, я не знаю, откуда такая нищета в голове, но это, помните, как у профессора Преображенского он говорил о том, что когда нищета в голове, разруха в голове, тогда и писают мимо унитаза. Здесь, собственно говоря, та же самая ситуация. Поэтому они нарядились в свое время в львиные шкуры. Но когда они увидели, что их хозяин бросил их, шкуры от страха слетели. И они оказались обычными ослами. То есть я говорю вам то, что в басне сегодня. К этому отряду я отношу всех наших культурных деятелей, которые, так скажем, очень большие качки были в свое время, но сегодня они уже не представляют для власти никакого интереса. Власть в них не заинтересована, власть их бросила. И они на последнем этапе, понимая, что их бросили и закрыли в стране, они решили сказать свое слово и быть у народа в фаворе. Возможно, возможно, народ им поверит. Я не поверю. Ни Михалкову с его собранным материалом по интернету. В госпрезиденте Казахстана Назарбаевым пострадал и кинорежиссер Никита Михалков. Успел одному заехать. Не тем более 95 депутатам Мосгордумы. Никому не поверю. Вас всех оставили, вы остались сброшены, ненужные. Именно по этой причине вы решили открыть свой рот, снять замок со своего рта. Позор, что мы имели таких культурных деятелей и таких депутатов. Я Таня Карацуба, Сиит Бурхан. Я призываю весь народ не верить тем, кто сегодня, когда уже страна заперта, и когда железный занавес закрылся, то в таком случае начались какие-то заигрывания с народом. Рега. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok